всем привет мои дорогие друзья я рада вас приветствовать на своем канале уже в новом 2020 году и сегодня я хочу предложить вам связать вот такие вот простые базовые варежки с индийским клином вяжется они очень очень просто мне кажется проще варианта даже и нет и не придумали поэтому сегодня мы будем с вами вязать вот такие вот варежки очень они хорошо облегают руку прям такие анатомические я бы сказала варежки такие самый простой вариант без всякого узора и мы с вами сейчас их свяжем вот такие вот чудесные варежки так что если желающие есть то присоединяйтесь и сейчас я скажу несколько слов о пряже которую я использую для вязания здесь у меня два вида пряжи первая это вот такая вот чудесная victoria люкс состав 78 процентов супер кид мохир 14 процентов шелк 4 процента полиамид и 4 процента полиэстер вот такие вот классные ниточки моточки 25 грамм 210 метров цвет 1003 кому интересно вот такая чудная пряжа и мне захотелось не связать с нее вообще целый комплект варежки шапку и снуд и комбинировала я эти ниточки вот с такими вот с такой пряжи это пряжа бриллиант витобери бриллиант я думаю многим она знакомая 45 процентов шерсть 55 процентов акрил 100 грамм 380 метров цвет 4963 очень мягкая очень приятная ниточка и вот я скомбинировав вот эти две нитки связала вот такие варежки они очень хорошо распушились смотрите какой ворс и такой легкий меланжевый эффект получается потому что здесь добавлена ниточка люрекса в этом моточке еще как бы он распушился ее не сильно видно а вот моточек с которого я вязала вот видите люрекс тут уже видно совершенно не колется вот после стирки они абсолютно мягкие и очень хорошо распушились и совсем не колется так из них я уже вязала вот такой снуд здесь я вязала одну нитку бриллиант и одну нитку вот этого кит мохера вот в две ниточки варежки я вязала две ниточки в две ниточки бриллиант и одна ниточка кит мохера маленько потолще потому что зима у нас холодная и в одну ниточку будет тонковато но тоже смотрите как распушилась это все после стирки очень мягкая очень приятно и совершенно не колючая вот по мне так совсем не колючая это я вязала снуд и еще у меня в плане шапочка так но сегодня мы вяжем варежки и так для вязания нам потребуется пряжа бриллиант и такая вот катнор и тория люкс по одному моточку будет достаточно вязала я спицами номер четыре с половиной на пяти спицах ну и сейчас мы приступим к вязанию для того чтобы определить количество петель которое необходимо набрать для варежки вяжем образец без него ну никак не обойтись затем измеряем руку в самом широком месте вот в этом месте ладонь в самом широком месте и умножаем на плотность вязания в одном сантиметре и получим необходимое количество петель которое нам необходимо набрать итак я набрала свое количество петель у меня получилось 36 первый ряд я провязала изнаночными петлями 2 лицевыми и третий ряд изнаночными вот такая вот кромка у меня получилось здесь манжет вы можете вязать любой можете резинкой или как угодно я вот решила так и затем 15 рядов провязала лицевой гладью так далее далее нам нужно будет сформировать клин для пальца вот эту варежку я буду вязать на правую руку поэтому сейчас покажу сначала как на правую руку сформировать клин и потом покажу как на левую вот это у меня начало ряда отмечено маркером и по 9 петель на каждой спицы вот это будет первая спица 2 3 и 4 спица для правой руки у меня клин будет идти с наклоном вправо как мы будем вязать то есть нужно будет измерить пальчик сколько петель нам нужно будет оставить на пальчик вот так примерно измерить до 7 и умножить на плотность вязания то есть у меня будет из 12 петель пальчик состоять то есть у меня на пальчик нужно будет 12 петель 9 петель у меня на спицы 3 петли я потом доберу это будет как раз 12 петель если у вас количество петель больше учитывайте вот то количество петель которое у вас на спице и затем мы 3-4 петли доберем и если у вас не хватает петель то вы можете взять вот с первой спицы допустим одну или две петли перенести на правую спицу недостающие количество петель то есть это ничего страшного все нормально так у меня хватает 9 есть и 3 петли я доберу 12 петель у меня как раз получится так вяжем дальше формируем клин как я уже сказала он у меня пойдет в правую сторону поэтому я добавлять петли буду вот на эту на первую спицу нам нужно будет добавить такое же количество петель как и вот на этой спице то есть у нас в итоге должно получиться на первой спице 18 петель 9 и 9 так и первую добавку я делаю так так добавляю петлю так как она мне расположена вот сначала за заднюю стенку я провязываю и затем за переднюю стенку то есть из одной петли я вывязываю 2 и дальше вяжу как есть все петельки до конца ряда каждую спицу я провязываю полностью все петли по кругу до конца ряда до маркера так провязали полностью весь ряд и вернулись начало ряда и снова делаем прибавку на первой спице также из первой петли я вывязываю 2 одну петлю за заднюю стеночку и вторую петлю за переднюю стенку из одной 2 то есть у нас в каждом ряду прибавляется по одной петли и снова вяжу полностью весь круговой ряд больше нигде прибавление не делаем полностью провязываем полностью все петельки окно и понятно да в каждом ряду мы делаем прибавку на первой спице из первой петли вывязываем 2 пока количество петель у нас на первой спице не достигнет количество петель равное двум спицам то есть у меня на спицах было по 9 петель значит у меня здесь должно получится 18 петель если у вас допустим по 10 петель то должно получиться 20 петель ну и при любом количестве петель то есть сами уже посчитайте на 1 на 4 спицы у нас петельки остаются такие же то количество которое есть увеличивается на 1 спице потому что мы вяжем для правой варежки то есть вяжем все в круговую и прибавляем петельки так ну и все и так я провязала и добавила необходимое количество петель теперь у меня на четвертой спице 9 петель осталось а на первой спице количество петель увеличилось вдвое то есть сейчас у меня 18 петель количество петель равное двум спицам 18 петель далее нам нужно будет отделить петли пальчика их я сейчас сниму на вот такую булавочку так вот эти 9 петель а дальше мы продолжим вязать саму варежку так вот этот ряд я провязываю полностью один круг так тут петли можно разделить на две спицы так 2 3 4 5 6 7 8 9 чтоб удобно было вязать так и провязываем полностью весь круговой ряд то есть вот до конца 3 спицы и здесь мы потом соединим провязали вот это у меня 3 спица и я ее соединяю с первой спицы до эти петельки у меня остаются здесь мы просто подтягиваем и провязываем дальше хорошенечко тут подтягиваем чтобы не образовалась никакой дырочки и вяжем дальше и дальше продолжаем вязать в круговую необходимую длину варежки вот соединили эти петельки у нас остались пока мы их не трогаем а дальше вяжем в круговую необходимую длину варежки так я провязала необходимую длину варежки вот что у меня получилось и сейчас я начну делать убавление я провязала петли 1 2 и 3 спицы и вот ниточка у меня в конце третьей спицы и ночное убавление на делать с 4 спицы первую петлю я провязываю а следующие 2 провязываю вместе с наклоном вправо дальше вяжем все петельки 4 спицы так провязали следующее у нас первая спица провязываю петли до конца спицы так и остается у меня 3 петли 3 петли на спицы так эти петельки я провязываю две петли я провязываю с наклоном влево так это у меня развернулась это мне нужно развернуть вот так провязываю их с наклоном влево и последнюю петлю тоже провязываю так это первая спица дальше вторая спица первую петлю я провязываю следующие две с наклоном вправо и петли 2 спицы провязываю до конца так и остается у меня третья спица тоже провязывает до последних трех петель так 3 петли последние две петли я разворачиваю и провязываю 2 вместе с наклоном влево и последнюю петельку тоже провязала и так в каждом ряду в каждом ряду я делаю убавление так и так мы петли 4 спицы первую провязываем следующие 2 провязываем вместе с наклоном вправо петли первой спицы две петли мы провязываем вместе с наклоном влево последнюю петлю просто провязываем так петли 2 спицы первую петлю провязываем следующие 2 с наклоном вправо и петли 3 спицы 2 последние провязываем вместе с наклоном влево и последнюю одну петлю и убавляем так все петельки осталось у меня восемь петель по две петли на каждой спице и перенесла на две спицы и теперь я их с помощью иголочки снимаю и стягиваю петельки затягиваем все немножко зафиксировать чтоб они не распускались так но и кончик заправить внутрь все вот такая варежка получилось и осталось нам связать пальчик сейчас мы вот эти вот петельки снимем на спицу на две спицы и дальше продолжим вязать пальчик так я пересняла на спицы петельки на двух у меня по 4 петли и вот на 3 1 петля здесь нам нужно будет добрать необходимое количество петель то есть мне нужно добрать 3 петли так вот я ниточку присоединяю так тут смотрите где удобнее первую петлю я наверно вот отсюда возьму тут не очень удобно так одна петля так здесь будет вторая петля на лучше крючком воспользоваться нежели спицами вторая и это будет третья петля так все добавили и теперь вяжем в круговую необходимую высоту пальчика ну так мы провязываем все петельки и вяжем в круговую что можно подтягиваем чтобы не было дырочек нитка еще тут видите у меня теряется так это я подтягиваю и заправляю внутрь все вроде бы дырочки здесь нету все подтянется все нормально вяжем в круговую необходимую высоту пальчиком так ну и длину пальчика связали и закрываем все петельки по две петли вместе и так закрываю с каждой спицы все вот вот с каждой спицы стягиваем с помощью иголочки и хвостик тоже заправляем ну вот и все варежка готова вот такой вот пальчик получился у меня ну и смотрите как она аккуратно смотрится на руке пальчик прямо анатомически получается очень прям хорошо облегает и вот ну проще варианта просто нет и как вы поняли что вяжется очень очень легко и просто и так для левой варежки все то же самое только у нас клин пойдет влево следовательно петли мы будем прибавлять в конце четвертой спицы вот у меня начало ряда это вот первая спица 2 3 и 4 то есть в конце четвертой спицы мы будем прибавлять петли и клин у нас пойдет влево так я вот провязала петельки вот это вот у меня последняя петля 9 на 4 спицы 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 из нее мы вывязываем 2 петли одну за заднюю стенку одну за переднюю стенку все тоже самое петли первой спицы мы провязываем полностью без всяких убавлений и прибавлений так и вяжем в круговую полностью весь ряд так провязываем все петли четвертой спицы до последней петли вот она последняя петля и снова делаем прибавку за заднюю стеночку и за переднюю стеночку каждом лицевом ряду не пропуская так провязали круг и снова из последней петли мы вывязываем 2 делаем прибавку теперь петли первой спицы вяжем так как есть и дальше продолжаем вязать пока количество петель у нас не получится то которое нужно так вот он видите клинышек он пошел с наклоном влево то есть прибавку делаем в конце ряда на 4 спицы из последней петли так провязали на 4 спицы у меня 18 петель на 1 9 и все точно то же самое сейчас мы отделяем петли для пальчика эти 9 петель также снимаем на булавочку и продолжаем вязать дальше так здесь мы соединяем и дальше вяжем в круговую все то же самое что и вязали на правой варежке точно так же как и вязать правую варежку все у нас теперь получилось то же самое количество петель что и было вначале здесь 18 петель и два раза по 9 петель дальше продолжаем вязать самостоятельно ну и в итоге вот такие варежки меня получились вот такие мягкие теплые и чудесные варежки если у вас остались вопросы то задавайте их в комментариях если все понятно и понравилось то не забывайте поставить лайк и всем пока до встречи в следующем видео